фальсификация делается очень легко и сейчас я вам покажу на прям на экране как делается фальсификация помните я говорил не один раз что охотское море и гудзонский залив это одно и то же я контуром сейчас проведу вы просто даже увеличу просто посмотрите я специально увеличу я сделал несколько накладок карт чтобы максимально вам все показать делаю контуры обратите внимание вот идут контуры а по а теперь смотрим на карту дальше вот идут контуры видите эти контуры а вот же эти контуры и здесь то есть я специально перевернул вы это увидели собственными глазами то немножко неровно но давайте я просто вы зрительно сами уважаемые слушатели зрители посмотрите на одинаковые контуры это одна и та же карта только вертормашками и в зеркальном соотношении то что я вам миллион раз говорил и буду повторять вы видите что это не совпадение видите и еще на закуску чтобы маленький момент отобразить уже по поводу люди спрашивают где камчатка где камчатка да там же камчатка только сухопутных путей к ней нету прилетают грубо говоря на самолетике туда видите слева камчатка намного шире носик а справа как бы и и нарисовали узким слева широкий справа узкий а теперь открываем карту 100 летней давности и смотрим вот пожалуйста уважаемые слушатели зрители на карте 100 летней давности носик был как раз то изображен широким если мы с вами на современных картах видим перешеек маленький такой узенький то на старой карте назовем карта российской империи полуостров камчатка как раз то изображен именно массивом как в принципе мы видим слева на изображение канады вот некоторые назовем их гуру если у него допустим из какое-то количество людей и он им передавал знания и был для них авторитетом потом они боятся это лицом грязь упасть перед своим это скажем так паства или просто учениками они боятся вот этой фразы учитель мы же думали ты все знаешь а ты оказывается ничего не знаешь ну или не ничего не знаешь так кажется этого простого простых вещей не знал поэтому они всегда будут держать нейтралитет немногие найдутся от лекторы там их целый список который мы слушали все внимательно но трахман по моему единственный который и сотовую землю говорит дано сотовое это что америк не существует рахман по моему единственный получается он тогда самая из них везни из них а самый тогда настоящий потому что только настоящий человек может чувствовать в америке нет а америки нету как это не понять я вот это я в шоке телефон зарядился пойду покажу тут плитку как раз видел сотовую у него же и там как раз это сотовая но они везде вот даже вот эта плитка не везде такая плитка что вот тут вот видишь вот она вот такая вот у него вот она сотые три земли да 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 все прям показывает все на плитке у него есть и он не знаю почему ты как-то к этому она относится вот плитка самый обычный у него вот имеется вот такой сотовые плитки очень интересно как наша семена и да у меня честно говоря когда я только первый месяц выпустил ролик про сотовую землю у меня в контакте просто люди заваливали тротуарной плиткой хотя я сам сделал скриншот я вшел по харькову увидел люк сотовый колодец сейчас не вот этот вот эта крышка тоже такая интересная ну да я еще тем летом большом не внимание то что она какая-то к необычная америка мечтами что не существует кстати документ который подписывали так самое я нашел в интернете тот документы там вообще-то не америка написано сейчас я вам покажу там жмеринка вообще написано жмеринка c чисто украинское сало ему врать сейчас найду ой куда этот документ а его на том компьютере ладно я сейчас попробую на этом компьютере найти я просто скриншоты скинул на тот компьютер так вот эта собака есть морковку вот тут меня убегает потому что она мясо не ест она у тебя худая я на морковку персаде потому что ну хозяева разумеется тоже викторианцы и собаку тоже собака одна хищник на мясо должна есть нет мы сделаем что она морковку нас ест вот не могу догнать пожалуйста википедии нашел жмеринка это на украине так как говорится внимание на экран вот этот документ я понимаю что здесь так как он датирован 1770 годом то жмеринку открытие жмерики не америки аж меринки тяжело видеть но здесь я нашел скриншот но мы покажу где на этом скриншоте лучше видно идет первое же вот обращаю внимание жмеринка открываем википедию читаем жмеринка я вам сразу на российскому буду перед город областного звончения виницкой области цен с жмеринского района вот поэтому наши люди приехали и жмеринки говорят а чего ци мы не можем себе огирки сажаты где захочем и помидоры это нам грядки потребны это будет жмеринка мы у цей клятой америки будем маракомбу выращивать и ждать наивного андрея купцова который представляете трагедия для андрея купцова когда он примет поймет что америки не существует вообще вот андрей купцов вот сколько ему не говори это те тем людям вот допустим юрий степанович рыбников выдающийся человек своей отрасли но то что америки не существует ему в жизни не понять для этого надо учиться набираться ума знаний а как говорится батарейку сделать и и школьник может на уроке физиков это для для этого особо ума не надо а мудрость нужно разум для того чтобы понимать более сложные процесса более сложный процесс это в данном случае отсутствие америки сколько людей приняло эти знания ну человек 100 наверно может тысяча кстати есть еще такое мнение не хочу в этом уверять просто вчера рахман говорил в своем выступлении про это а сегодня мне прислали сообщение которым писалось следующее я в двух словах скажу смысл сообщения что япония скорее всего не является островом япония это полуостров который граничит с основным материком что нам пишет уважаемая и на не в скайпе привет слава тут мне муж подкинул вопрос а где тогда находится ниагарский водопад тут пришло в голову у нас ангара а у них ниагара стала копать карты оказалось японии есть река нагара на острове хансю далее на одном из канадских карт одна из канадских карт нагара тоже фотки рек похожи ландшафт и конечно я пришел буду собираться ну ладно потом пока не вернешься вот и замерзать сейчас лишь три секунды не сдавать звуков я прочитаю про то что япония скорее всего не остров а полуостров похоже япония канада имеет общую границу далее старое название хансю это непон еще непон в канаде есть много торговых компания и компании с таким названием специализируется на полетах японию в канаде гудзонский залив японии город на горе гудзе похоже на горе ну да город на горе похоже япония не так выглядит на самом деле видимо есть сухопутные границы не зря амеры бас там понатыкали может я ошибаюсь но что-то подозрительно все это нет скорее всего она не ошибается потому что есть карты где вот там изображена допустим полуостров калифорния а он полуостров хотя он потом есть моменты где он островом рисовался но художники могли просто его как бы подмену сделать то есть полуостров калифорния и так же можете являться японии вот уважаемый юра тимовский он разоблачил свое время лжеца конихова который максимум собственной ванной плавал нигде он не плавал вот но есть такие элементы которые рассказывают про берингов пролив надо юру подтянуть для этих целей для того чтобы для целей того чтобы он объяснил этим людям что берингов пролив может сниматься вообще где угодно где гарантия что берингов пролив которые проплывают люди они проплывают именно там где нам показано на карте поэтому юру надо подтянуть чтобы он объяснил этим людям что они не понимают что фальсификация делается очень легко вы как бы прямом эфире как света из греции хорошо сказала что слава не боится прям в онлайне делать открытия м 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